Всем привет от Семьи Евко. Сегодня я готова ответить на вопрос о том, как воспринимали девочки известие о появлении в нашей семье каждого нового члена. В свое время мы обрадовали Наташу новостью о том, что у нее будет братик или сестричка в скором будущем. Спустя некоторое время Наташа и Соломей сообщали о решении взять семью мальчика. Спустя еще какое-то время их же обеих радовали известием обыванке, а потом им троим уже сообщали о решении принять семью Александру. Прежде всего я хотела бы остановиться на двух ключевых для меня моментах в этой теме. Первый звучит достаточно просто. Решение о появлении в семье ребенка принимают взрослые. Точка. Я не буду советоваться со своими детьми о том, стоит ли мне обзаводиться ребенком. Я могу спросить мнение дочерей, могу обговорить их настроение, узнать какие-то их мысли, что-то обсудить, обговорить и поменять, если сочту необходимым. Но я не стану спрашивать у них разрешение касательно того, можно или нельзя нам с мужем завести еще одного ребенка. Мои дети, моя ответственность и поэтому это решение принимаем только мы с мужем. Второй момент это то, как мы преподносим информацию. Как вы считаете, что бы нам ответила Наташа, если бы в свое время мы ей сказали примерно следующее. Послушай, у тебя скоро появится сестра. Стоит учитывать, что с того момента, как она переступит порог этого дома, тебе придется поделить свои игрушки пополам. Не забывать, что время, которое мы с отцом уделяли исключительно тебе, теперь придется уделять и тебе, и этой девочке. И учитывать, что деньги, которые тратились на твои развлекухи, теперь будут тратиться и на развлечения младшей сестры. Вместо этого мы рассказывали о другом. О том, что сестра это круто и весело. О том, что это близкий и родной человек на тот период жизни, когда рядом уже не будет папы и мамы. О том, что это прекрасный товарищ для игр. О том, что это лучшая подружка для секретиков. О том, что это надежное плечо для поддержки. О том, что с появлением каждого нового члена семьи любовь не делится, а умножается. У детей есть право голоса. Они могут принимать участие в обсуждении принимаемого нами решения. Более того, они имеют право быть против. Могут высказывать свое мнение. Могут задавать вопросы, делиться своими мыслями. Но конечное решение принимаем мы с мужем. Учитывая все возможные плюсы. Принимая во внимание все видимые минусы. Думая об интересах всех людей, которые вовлечены в эту ситуацию. Беря на себя ответственность за возможные последствия принимаемого решения. Но мы взрослые и мы принимаем решение о том, как строить нашу жизнь. Когда я забеременела с Аламией, Наташа в целом не очень понимала, что значит, возможная сестра в ее жизни. Но считывая нашу с мужем радость, она точно также радостно и трепетно ждала появления нового человека в этом мире. Руслана, мальчика, который жил у нас в приемной семье, Наташа точно также ожидала с большим интересом и восторгом, потому что у нее уже был положительный опыт взаимодействия с Аламией. Она понимала, что сестры и братья это круто и весело. После травматичного расставания с Русланом Наташа и Саламия достаточно настороженно отнеслись к идее обзавестись еще одной сестрой, но абсолютно без негатива и в целом достаточно положительно. Ну а Александру ждали уже все трое. Ивана подпрыгивает радости от восторга. Саламия втайне надеясь на то, что у нее появится еще один кандидат для ее бесчисленных игр и придумок, а Наташа, веря, что у нее будет лучшая подружка. Мы с фондом Рината Ахметова считаем, что все дети должны жить в семье. Что было бы, если бы кто-то из наших девочек был против нашего решения принять в семью еще одного ребенка, я не знаю. Не любитель обговаривать теоретические ситуации. Однако хочу еще раз акцентировать внимание на двух моментах. Первое, подчеркнуть важность правильной подачи информации. И второе, не забывать о том, что решение о появлении в семье ребенка принимают взрослые. Встретимся через неделю. Куда подует ветер, туда и облака. По руслу протекает послушная река. Но ты человек, ты сильный и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Терезы проложили, там ходят поезда. Куда пастух погонит, туда придут стада. Но ты человек, ты сильный и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Теперь не доверяют, как прежде чудесам. На чудо не надейся. Судьбой командуй сам. Ведь ты человек, ты сильный и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой.